В этом выпуске мы хотим поговорить о двух талантливых художниках района Шалакына, Викторе Гробылевой и Жамбыли Калиеве. Вот есть примечательная история из жизни Жамбыла. Будучи шестилетним ребенком, он испытал сильное потрясение, когда на его дом напали волки. И вот шестилетний мальчик изобразил углем на печке волка, правда с шестью лапами, о чем не применило упомянуть его мама. Он решил исправиться и всю печь украсил волками. Мама, естественно, забелила эту печь, он вновь принялся за дело. И на протяжении жизни он не раз возвращался к теме волков в своих работах. В 1986 году он свою картину посвятил героизму женщины, степной женщины, которая возвращалась поздно вечером домой на санях, с запряженной лошадью, когда на нее напали волки. И защищаясь, она сняла лисью шубу, подожгла ее, и таким образом она отбивалась от волков. Вы большой материал собирали по художникам, именно в Сергеевке, районе Шалакына, и хорошая такая коллекция, смотрю в музее. Хотелось бы больше узнать об этих людях и об их работах. Как вообще вы собирали этот материал? Ну, о том, что у нас художники выходцы из народа, наверное, все знают, что эти художники просто, можно сказать, одаренные личности, которые начали свое маленькое творчество со школьной скамьи. Ну, например, Горобалев Виктор Петрович, он родился в 1929 году. В годы Великой Отечественной войны он со школы пошел работать в колхоз. А в 1947 по 1956 год работал Новокузнецким каменщиком. Там по ремонту коксовых печей. В 1956 году он приезжает оттуда в Пресновке, завел, завклубом работает и художественным оформителем. То есть вот с этого детского начала и как раз и начинается сам художник. Я знаю, что в вашем районе очень много творческих людей и вот в музее представлены работы двух талантливых художников шалакынских. Хотелось бы рассказать, чтобы вы рассказали о том, насколько они значимы вообще для жителей этого региона, их творчество. И знакомы ли были вы лично с ними? И какими они были людьми, если да? Какими вы их запомнили? Да, действительно, наш район богат, талантливыми людьми, кроме тех людей, которые были представлены здесь. У нас есть еще и художники Бахчан, Рамазанов, Костачев, Ячеслав, Андрей Вдовин, которые тоже занимались художественными делами. Ну, говоря о тех людях, я хотел бы подчеркнуть, что я обоих знал, но не скажу, что хорошо, но знал Гробелева Виктора Петровича по крайне по семейным делам, потому что и его жена, Евдокия Ивановна Мельник, работала у нас в райкоме партии, заведующей партийным кабинетом. Бахчане приехали в 1963 году из Пресновки. Евдокия Ивановна Мельник была назначена секретарем райком партии по идеологии. Ну, Виктор Петрович работал водителем, он до выхода на пенсию работал водителем. В Сергейском пуще была такая организация. Но в свободное время Уделял творчество. Занимался художеством. Ну, он был действительно художником по душе, по призванию. Мы его считаем своим родным художником, одним из талантливых людей, выросших на нашей земле. Евдокия Ивановна, я в это время еще работала в своей школе директором, приехала, и она и говорит, Михаловна, зайди, посмотри, что он написал. И я, когда зашла к ним, ну, еще молодая была в то время, еще мало понимала, и говорю, а почему вот именно он отразил? А вот пришел, говорит, сходил на 9 мая, послушал выступающих, в это пришел домой, сел и взял не что, а обычный карандаш и начал писать. Я даже вот на своем примере могу вам сказать, у меня из семьи ушло 5 человек. Мой дедушка был председателем колхоза в те времена, в 20-е годы, коллективизация, вот в Крещенке колхоз образовался, он первый председатель в те времена, и тут вскоре война. У него было 3 сына. Он первый, так как он председатель колхоза, плюс еще парт организации у него, он первый должен отправить сыновей. У него было в семье 11 детей, из 11 детей осталась одна мама. И бабушка моя, точно, он отразил вот это вот, как она, стояла всегда вот так вот у ограды, и как только приближается день победы, она становилась у этого забора и все время смотрела на дорогу, все ожидая своих сыновей. Я потом написала стетворение, поэму, посвященную ей. И вот эта вот картина мне как раз и напомнила это время. Время, что все, все матеря, провожающие своих сыновей, и тех, которые не вернулись, вот, она именно так ожидает их до самой последней минуты. Хотелось бы, чтобы в наше время никогда не повторилось это. Эта работа Грабалева была посвящена как раз Полонезу Агинскому. Это, он очень любил эту музыку, очень любил. Да ее невозможно было не любить, как можно. Мне кажется, нет ни одного человека, который бы не вдохновила эта музыка человека, вдохновляла. И так вот он решил вот это вот воспроизвести свое отношение к этому произведению вот, на картине. В то время, в 67-м, в 68-е годы он работает учителем в средней школе имени Букетова нашего. И заочно поступает учиться как раз в Московский университет изобразительного искусства. Это помогает ему в творчестве его. и в то же время он заинтересовывает и старшеклассников, которые впоследствии его ученики. Это два талантливых ученика его. Это Надежда Перепечина и Владимир Лукин. Впоследствии они становятся уже тоже художниками, заслуженными мастерами искусства и продолжают его творчество. Так же как в 1968 по 1980 он уже работает, как бы получает документ оформителя и работает в Сергеевской автобазе ПУС. Там уже творческие вот эти выставки делает. его замечают уже и в области. Его творческие вот эти произведения искусства попадают не только на областные художественные выставки, но и республиканские. И вот с того времени он уже становится истинным художником. «Музыка» «Музыка» Вот я знаю, что ваш брат он был таким человеком очень добрым, отзывчивым, он даже встречался с детьми в школах, проводили встречи на выставках и он делился охотно своими воспоминаниями о детстве. Больше ни у кого не было такого стремления к творчеству из детей. У нас все музыканты. Музыканты, творческая семья. Ага, музыканты. Он, Жамбул, тоже музыкант. Тоже музыкант. Тоже музыкант. На баяне, на гитаре, на «Играй гармон» здесь Сергеевка первое место занял. Жамбул вот пойдет вот это например, где-нибудь сидит на скамеечке, проходит люди «Садись сразу 10 минут карандашом и на». Деньги дает, а он не берет никогда. Молодец он вообще молодец. Он и дом строил сам. Такой разносторонний человек. Ага, здесь дом строил у него под зеленой улицей, и там в деревне дом строил. Он нам помогал постоянно. У меня муж умер до Жамбулского района, меня сюда перевез, и здесь он возле дома вот так против дом купил, недоделанный полностью, мы сами сделали. И у него сарай был вот так смотреть, коридор, он вот это все разломал и свой дом так, чтобы я смотрел к тебе постоянно. Он молодец. помогал, он вот так помогал. Вот братья, когда женились, я замуж вышла, всем Жамбул помогал. Самый старший у нас. жамбур 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 калиева я, конечно, хорошо знал. Я в то время с 1998 по 2005 год работал редактором газеты «Новатор» и писал о нем большую статью. Дело в том, что Жамбул хотя и жил, был прописан здесь, в Сергеевке, но он ездил в Российскую Федерацию. Я помню, что он в Тюмени, вот в городе Ишим, Тюменской области, оформлял дом культуры. Потом даже в нескольких селах, центральных усадьбах в райцентрах оформлял дома культуры. Он был востребованным художником. И он тогда привозил фотографии тех рисунков, которые он нарисовал. Эскизы, эскизы, оформления, как он оформлял, в таком готовом виде фотографии привозил. И, исходя из этих, я написал о нем большую статью о том, что не только востребованность, а об его таланте, поэтому мы считаем и Виктора Петровича, и Диамбула Калиева нашим, как говорится, культурным, художественным достоянием. И они оставили после себя огромный след. Вот интересно, сколько в фонде музея находятся картин и Гроболева, и Калиева? В нашем фонде хранятся более 60, около 70, наверное, картин обоих художников. Из них где-то около 30, это Джамбула Калиева и остальные уже Виктора Гроболева. Также у нас есть вообще и других художников, но их чуть поменьше, поэтому основные наши художники, это мы делаем большой акцент, на Джамбуле Калиеве и Виктору Гроболеве. Их картины на постоянной экспозиции у нас находятся около 10, наверное, картин. И еще я знаю, что он и школам дарил свои работы в Калиеве и Жамбуле. Он школам тоже дарил, рисовал. Для них у нас в казахской школе, сейчас имени Кабикасалыкова, есть панно в актовом зале, большая стена, и там тоже изображение того же картины «Легенда исторический эпизод». Вообще там же изображена наша природа. Это недалеко от города Сергеевки, по той стороне берега Ишима. Там есть у нас сейчас в данный момент лагерь Аютаса здоровительный. Раньше там было каменистые, скалистые урощища. И по легенде там обитал медведь, который нападал на людей. И тогда боролись местные жители, боролись. В 50-е годы, 53-е, 54-е, вот эти годы очень много было волков. Даже были вот в тот период времени я жила в этом районе, только в Крещенке. У нас там Ишим же тоже небольшой лесок за Ишимом. И оттуда выходила стая. Мы зимой, когда спускались с горок, прям катили на Ишим. И в это время начинался вой. Из этого леска выходила стая волков и шли, пересекая Ишим, село. Вот эта вот картина как раз показана нападение этих волков. Они в то время нападали на большие овчарни, где овцы были эти. И уничтожали все, если только. А в то время охраны никакой. Там сторож он стоит там с какими вилами или оружия никакого не было. И поэтому наносили большой урон. Вы сразу можете определить, что эта картина отражает военные годы. Всегда мы празднуем каждый год День Победы. И каждый человек чем-то душой всегда переживает это время. И также и художник. Он переживая эти годы, вспоминая эти годы, хотя и не принимал он участие, но это отразилось в судьбе каждой нашей живущей семьи. Потому что каждый терял кого-то. В то время техники здесь у нас не было еще. Трактора первые колесные появились только перед началом целины. Это я вам как свидетель говорю. А так пахали плугом или обычно однолемешным плугом, за которым стояли годы войны все женщины только работали и старики и малолетние дети еще подростки. Вот они работали и помогали. Так вот здесь показано отражается момент, когда эта бедная женщина получает с фронта письмо и плачет. Видите, как она наклонилась и закрыла лицо руками, потому что она плачет. Очевидно, она получила похоронку. Вот эта картина как раз и показывает, какую беду приносит человеку это страшное слово война. лето так не Субтитры подогнал «Симон»